Здравствуйте! Я Владимир Ощенко и в эфире информационно-аналитическая программа «Выводы». Стремительно пролетает неделя, но мы вместе с коллегами восстановим картину приморских событий за 7 дней. Вот о чем мы расскажем в первой части выпуска. Неделя ВЭФа в Приморье. От большой политики к конкретным договоренностям президента Владимира Путина и главы Приморья Андрея Тарасенко. Второй тур выборов. Некоторые детали оргвопросов расскажем. Сентябрь не только самый приятный по климатическим условиям месяц в Приморье, но и самый напряженный. Уже какой год подряд именно в сентябре проходят самые важные мероприятия для края. Прошедшая неделя началась с объявления о проведении второго тура выборов на главную руководящую должность края в это воскресенье 16 сентября. Напомним, по итогам голосования действующий глава Приморья Андрей Тарасенко набрал наибольшее количество голосов избирателей. Второе место занял депутат Заксобрания от фракции КПРФ, организатор долевого строительства Андрей Ищенко. На третьем месте Юлия Толмачева от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость. Далее Андрей Андрейченко, депутат Госдумы от фракции ЛДПР и Алексей Козицкий, депутат Заксобрания и руководитель регионального отделения партии «Справедливая Россия». Согласно избирательному законодательству, на выборах побеждает кандидат, набравший более 50% голосов избирателей. Если подобного не произошло, назначают второй тур. Решение о его проведении в Краизбиркоме сообщили вечером в понедельник. И бюллетени с тиражом в полтора миллионов пошли в печать. На бланке только две фамилии – Андрей Тарасенко, лидер губернаторской гонки, и Андрей Ищенко. У Романа Охотникова, заместителя председателя Краевой избирательной комиссии, мы поинтересовались, а каково это на практике организовать новый день выборов, да еще и вести параллельное информационное просвещение населения, чтобы люди сверяли факты, и из официальных источников они принимали за чистую монету то, о чем пишут в соцсетях. Мы полностью готовы. Избирательная система в этом плане все необходимые действия предприняла. И я бы еще хотел, кстати, обратить внимание, что те избиратели, которые оформляли заявление о голосовании по месту нахождения для первого, скажем так, тура, вот эти все заявления сохраняют свою силу. У нас 1311 постоянных, пятилетних, если их можно назвать, избирательных участков, 25 образованы в местах временного пребывания избирателей, ну и более 200 участковых избирательных комиссий на судах, находящихся в плавании. Труднодоступные отдаленные местности у нас голосуют примерно в том же объеме, как это было на 9 сентября. Опять-таки удобно то, что у нас уже вся система вот этих коммуникаций и передачи данных, она налажена. И в этом смысле небольшая как раз разница между днями голосования позволяет, собственно, скажем так, по инерции пройти все эти сложные моменты. Я бы хотел призвать всех избирателей, ну, не обращать, скажем так, внимания, да, не реагировать на вот эти провокации и ориентироваться на законную установленную избирательной комиссией Приморского края дату. И в ближайшее воскресенье, буквально уже послезавтра, прийти на избирательные участки и сделать свой выбор. Восточный экономический форум состоялся в Приморской столице. Русский остров четвертый раз стал местом притяжения лидеров крупнейших азиатских государств. К нам приехали руководители Китая, Монголии, Японии и Кореи. Встречал коллег президент страны Владимир Путин. Идея организовать форум подобного масштаба принадлежит именно ему, Владимиру Путину. Почти пять лет назад именно он публично огласил курс на развитие Дальнего Востока в рамках глобальной национальной идеи. И именно он воплотил эту идею в реальную коммуникационную площадку международного уровня на территории одного из дальневосточных регионов – в Приморье. А если посмотреть на деловую повестку форума, то очевидным становится и тот факт, что ВЭФ – это еще один инструмент для общения. Восточный экономический форум работал три дня. Секции на самые разнообразные темы открывались рано утром и длились до позднего вечера. Продолжительность каждой – от полутора до двух часов. Между деловыми встречами и конференциями участникам Восточного экономического форума в ходе первого дня было чем заняться. На павильонах выставки компаний из России и за рубежа представили свои достижения. Здесь, на стенде Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, потенциальным инвесторам территории опережающего развития рассказывают, какие возможности, какую рабочую силу готов предложить Дальний Восток. Слушайте, много людей у нас готовы трудиться на Дальнем Востоке? К 2025 году на территории Дальнего Востока будет создано более 130 тысяч новых рабочих мест, из которых около 70% будут приходиться на рабочие специальности. Все крупные проекты давно на слуху, то есть это и завод «Звезда», которому требуются газо-электросварщики, это заводы «Колмар», огромное количество предприятий. Но, конечно, больше всего внимания гостей привлекли павильоны выставки «Улица Дальнего Востока», где регионы нашей страны представили свои достижения, то, чем они гордятся и проекты, в которые могут вложиться инвесторы. Открытая часть павильона Приморского края в этом году на улице Дальнего Востока выглядит по-настоящему масштабно. Это и рояль, сделанный из банок с легендарной Дальневосточной Иваси, рядом эко-бар, где можно насладиться чашечкой горячего кофе под классическую музыку. Это и катер, который производят прямо здесь, в Приморье, компания-резидент свободного порта Владивосток. И рядом жилой модуль, который выглядит как какой-нибудь контейнер, но по сути это настоящий дом собственной электростанции. Основной темой форума, как и в предыдущие годы, стали инвестиции. По мнению экспертов, от поиска точек роста власти перешли к адресной поддержке инвесторов и проработке конкретных проектов. На ВЭФе представители бизнеса нашей страны обсудили вопросы совместного сотрудничества с партнерами из Китая, Кореи, Индии, Японии, Европы и Ближнего Востока. Сферы взаимодействия – транспорт и логистика, лесная промышленность, туризм, аграрный сектор, нефтегазовый сектор и рыболовство. Насыщенная деловая программа была и у политиков. Так, в плотном графике главы государства были запланированы и двусторонние встречи с руководителями субъектов. На одной из них главе Приморья Андрею Тарасенко удалось обсудить с Владимиром Путиным определенный перечень вопросов по текущим задачам и перспективам развития края. Более того, есть и конкретные договоренности, которые президент страны официально озвучил Андрею Тарасенко для будущего развития края и его жителей. Этот ВФ-4 по счету, как и предыдущий, открывал президент страны Владимир Путин. В 2014-м, провозгласив развитие Дальнего Востока национальным приоритетом для государства, Владимир Путин предложил проводить подобное мероприятие каждый год в Приморье – регионе, где соседи из преуспевающих азиатских стран живут так близко. Я приветствую участников 4-го Восточного экономического форума. Мы рады принимать главведущих государств Азиатско-Тихоокеанского региона. Это видео уже история. Лидеры крупнейших мировых государств Китая, Японии, Южной Кореи, Монголии и России вместе обсуждали глобальные вопросы мировой экономики и политики. Это здесь Владимир Путин сделал официальное предложение Синза Абе подписать мирный договор. И до сих пор шум по этому поводу не утихает. А потом фото и видео как главы двух государств – Россия и Китай – вместе пекли блины и ели их с красной икрой. В Владивостоке показали все мировые телеканалы. После чего западные эксперты на страницах своих изданий поделятся ощущением, что Азия в целом как-то выпадает из американской сферы влияния. Такое мнение российские эксперты воспримут благосклонно, только усилят своими аргументами. Россия – одна из тех держав в Азии, которая обладает наилучшей дипломатической и военно-политической традицией. У нас, как известно, не очень сильная экономическая позиция, и это большой минус для нашего поворота на Восток. Вот с этим надо работать больше всего. Но по части дипломатии, по части умения участвовать в разного рода больших играх, здесь, пожалуй, с Россией не сравнится. Никто из соседей азиатских и, в первую очередь, Китай, который по этой части как раз довольно сильно отстал в свое время, ну, по своим причинам. Поэтому объективное изменение ситуации в Азии совпало с пониманием в России, что мы как минимум должны быть настолько же азиатскими, настолько европейскими. Это как минимум. Что такое масштабное движение между нашей страной и азиатскими государствами началось, достаточно посчитать количество делегаций и руководителей крупных иностранных и российских компаний. 6 тысяч человек из 60 стран мира. На форум они приехали ради заключения конкретных деловых контрактов. Вот, к примеру, в присутствии Владимира Путина главный авиастроитель страны Юрий Слюсарь и генеральный директор аэрофлота Виталий Савельев подписали соглашение о поставке авиакомпании партии самолетов «Сухой Суперджет-100». Потом тему авиаперевоза глава Приморья обсудит с президентом страны лично в рамках двусторонней встречи. Мало кто верил, но аэрофлот останется в Приморье. Об этом Андрею Тарасенко удалось договориться с Владимиром Путиным. Замены на Россию не произойдет. Более того, уже принято решение применять субсидированные тарифы на дальневосточных маршрутах весь год. На двусторонней встрече Владимира Путина и Андрея Тарасенко президента вообще больше интересовали социальные вопросы. Результат решения некоторых из них, например, по рыбным квотам и развитию сельского хозяйства, Андрей Тарасенко докладывал главе государства в июле в Кремле. Теперь еще более предметно. В социальной семье надо сделать средний оклад врача или преподавателя 36 тысяч. Все это хорошо, когда начало разбираться, оклад 13 тысяч. А он путем таких набора дополнительных занятий, там и так далее, он в себе получает потом 36. Но это ненормально, поэтому сейчас с 1 января начинаю, по вашему указанию, поднимаю полностью оклады, именно оклады, на 5-7%. Андрей Тарасенко обратил внимание президента на то, что в Крае не хватает медицинских кадров, и для решения этого вопроса необходима поддержка на федеральном уровне. Глава региона и так провел в Крае работу. С января приморские учителя и врачи смогут приобретать жилье по сниженной ипотечной ставке, а часть средств за съем временного будет субсидировать краевой бюджет. Но есть проблемы, решения которых невозможны без поддержки федерального центра. К примеру, строительство новых сооружений, в том числе и объектов культуры, медицины и новых дорог, невозможно из-за того, что земля закреплена за военными. Владимир Путин обещал Андрею Тарасенко рассмотреть вопрос о передаче земель Минобороны собственность края, в частности земель Русского острова. Таким образом, главе региона удалось разрешить многолетнюю проблему, которая сдерживала развитие территории. Поджало лесом, город не развивается, потому что находится районный лес. Не можем ни микрорайона строить, ничего. И мы все ужимаемся, уже доходит до того, что заходят в парковые зоны, 20-этажные дома делают. Заходят в парк, нарезают, свободный порт и так далее. Мы обсудим, вы мне вчера еще об этом говорили. Перспектива такого решения становится по-настоящему важной, когда глава государства одобрил выделение Приморью 5 миллиардов рублей на строительство дорог, в частности ремонт ключевых в Владивостоке. Часть из этих средств пойдет на обновление краевой инфраструктуры. В городах и районах Приморья построят новые школы и детсады. Появится и новая скоростная трасса Владивосток-Находка-Порт-Восточный. В регионе это одно из самых популярных транспортных направлений. Но дорога изношена. О том, что ее следует реконструировать, Андрей Тарасенко обсуждал с Владимиром Путиным на встрече в Кремле. Еще в июле, после реализации проекта, протяженность трассы увеличится, построят новые мосты и тоннели. А пока дорожники ремонтируют мост поселки Врангель. Выполнить работы Андрей Тарасенко поручил в течение двух недель. Еще меньше времени он дал на решение вопроса с проблемной дорогой на улице Борисенко в Владивостоке. Глава региона после обращения граждан лично проинспектировал проблемный участок. Из-за ям движение здесь затруднено с утра до позднего вечера. Такой ситуации Андрей Тарасенко остался недоволен. Ведь Приморья участвуют в приоритетном проекте «Безопасные и качественные дороги». Из почти полутора миллиардов рублей, закладываемых ежегодно, треть суммы получает Владивосток. Вы посмотрите, ездишь по другим городам. Ну, просто прекрасно. У всех один тот же бюджет. Ничего не меняется. Просто его надо умело распределять, делать, решать. Ну, так же нельзя делать. Посмотрите, что делается. Тема ликвидации последствий Паводка стала важной частью беседы и на заседании Президиума Госсовета. Андрей Тарасенко выступил с предложением внести изменения в федеральное законодательство, чтобы у края появилась возможность без долгих бюрократических согласований оперативно принимать решения по ликвидации последствий стихии, в частности, чистить русло рек. Президент поддержал инициативу Андрея Тарасенко и рекомендовал направить ему конкретные предложения. Также дал поручение Кабмину оказать необходимую помощь региону по ликвидации последствий ЧАЭС. Этот режим в настоящий момент действует в 12 муниципалитетах. И уже на личной встрече с президентом Андрей Тарасенко озвучил Владимиру Путину масштаб другой проблемы. В крае более полутора тысяч мостов, треть из которых следует сносить и строить новые. Без денег госказны регион не справится. Президент согласился поддержать Приморье и в этом направлении, и выделить средства из федерального бюджета на ремонт 400 мостов. Девять с половиной метров поднялась вода. Не было такой 10 лет. А вы уже обращение к проекту? Подготовил, да. Подготовил, все сделал. Да, 10 метров. Вот я вам просто хотел показать. У меня 1600 мостов. Беда с мостами полная. То есть все старые мосты сносят просто. Край отрезанный получается. Целые поселения, целые города. У меня... Сядет? Старенький совсем. Да, старенький. Обсудив основные проблемы региона, Владимир Путин отметил и позитивные изменения. Крупнейшая судоверь-звезда строится в Большом Камне, и президент сам принял участие в закладке современного нефтяного танкера. Увидел и проекты будущих культурных центров в Приморье. В том числе концертного зала Мариинского театра и музейных комплексов Эрмитажа и Третьяковской галереи. О их создании Владимир Путин говорил в своем послании Федеральному собранию. Теперь все это в реальной разработке. В этом году край действительно находится под пристальным вниманием президента. Владимир Путин поддерживает многочисленные инициативы Андрея Тарасенко по развитию края. Таким образом, от общей идеи развития российского Дальнего Востока выигрывает не только большая страна, но и отдельно взятые регионы. На 4-м Восточном экономическом форуме наш край в очередной раз доказал, что может быть территорией, где возможно не только реализовать все свои самые смелые проекты, но и быть уверенным в стабильной поддержке действующего в крае руководства федеральным центром. А это в конечном счете и будет способствовать созданию здесь благоприятных условий для жизни людей. Виктория Лобецкая специально для программы «Выводы». Чрезвычайная ситуация в Приморье. Восстановим картину за неделю. Морская регата. Парусники ушли. Но как это было красиво, покажем. Приморье. 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 Продолжение следует...